Портреты на монетах Сейчас чеканка монет полностью автоматизирована. Автомат огромными тиражами делает одинаковые штампы для миллионов монет и мелкие различия типа длины остей на колосках или особенность начертания букв становится объектом пристального внимания коллекционеров монетных разновидностей. С античными монетами совсем не так. Каждое утро на римском монетном дворе начиналось с поправки старых и нарезки новых штампов. Найти две одноштемпельные римские монеты – большая удача. Каждая попадающая в ваши руки античная монета индивидуальна и изготовлена вручную. Среди резчиков самой ее важной части – портрета можно встретить мастеров, превращавших аверс монеты в произведение искусства. Фактически это античная миниатюра. Ну и как любое искусство, она не стояла на месте, она развивалась. Попробуем проследить путь этого развития. В республиканском Риме монеты были утилитарны. На аверсе изображалось какое-либо божество, зачастую довольно примитивно. Ну вот, например, республиканский динарий с Афиной 122 года до Рождества Христова. Монеты первого императора, Октавиана Августа, особенно провинциальные, тоже простые, но император на них вполне узнаваем. В первом веке продолжилось развитие. Портрет все еще сильно разнится от монеты к монете в зависимости от таланта мастера, но в целом изображение становится все более совершенным. Вот, к примеру, антиохийская провинциальная медная монета Нерона. Во втором веке портреты сначала в Риме, а затем и в провинциях постепенно становятся высоко художественными. Появляется разделение труда. Образ императора воплощает мастер. А все остальное дорезают работники попроще. Вот медь Трояна, изготовленная в начале II века. Низколобый, с узнаваемой крестьянской прической император, изображен в лучших традициях реализма. Портрет отлично передает черты характера этого упрямого, жестокого завоевателя. По моему субъективному мнению, пика мастерства римские резчики достигли в первой половине III века. Посмотрите на этот сестерцей Филиппа Араба. Лицо передано с фотографической точностью. Филипп, как живой, смотрит на нас спустя 1800 лет. А ведь это монета массового выпуска. С этого момента в монетном деле, ну и как и во всем остальном в Римской империи, начинается постепенный спуск вниз. Изображение императора потихоньку становится все более абстрактным, иконографичным. Появляется каноничность стиля. Вот несколько антонинянов второй половины III века. Портрет вполне техничен и узнаваем, но говорить о выражении лица правителя уже сложновато. Реформу Диоклетиана придали второе дыхание Риму и его монетной системе. На фолисах времен Тетрархии встречаются очень незаурядные портреты. Но заметно, что старая школа утрачена. В череде смут конца III века прервалась передача опыта от старых мастеров молодых. Ну, то есть они понимают, чего хотят добиться, но не вполне понимают, как это сделать. Вот можно наглядно сравнить сестерцей первой половины III века и фолис начала IV века. А дальше правление Константина Великого. Великая инфляция. За товары расплачиваются мешочками монет на вес, как сейчас пачками банкнот в Венесуэле. И главным становится массовость и технологичность чеканки. Движение рук работника монетного двора отточено до автоматизма. Доходит до курьезов, когда резчик, годами гравировавший каждый день на штампах портрет Лицыния, переходит к изготовлению фолисов Константина Великого. А портрет у него получается все равно Лицыния. Ну, вот смотрите, вот фолис Лицыния. Вот фолис с портретом Лицыния, но с надписью Константин Август. А вот фолис, на котором правильный портрет Константина. Можно их сравнить. К рубежу IV и V века портреты становятся грубее по технике. Можно увидеть это, сравнив фолис Феодосия Великого с немного более ранним, в середину IV века, фолисом Валентиняна II. Дальше империя распалась на западную и восточную. В 410 году Рим разграблен Готами под предводительство Малориха. В 476 году Римская империя пала и наступила средневековье, темные века. И деградация монетной чеканки продолжилась. Вот так выглядит фолис и полуфолис Юстиниана I, правившего восточной Римской империей еще столетия спустя, в начале VI века. Это дно? Нет, дальше еще хуже. Вот фолис Константа II, правившего в VII веке. Жуткая карикатура на правителя. Я бы за такое подвесил резчиков, ну, за ноги, что ли. Но тот, видимо, понимал, что они хотели бы лучше, но по невежеству просто не могут. Ну и что, это дно? Ну, посмотрим на монетку, отчеканенную в лутке, при правлении Генриха IV. Это XI век. За портрет эти горе-мастера даже не пытались взяться, ограничившись первой буквой имени короля в кружочке. И только с началом эпохи Возрождения монетный чекан в Европе вновь начал улучшаться. Но это уже совсем другие технологии чекана и другая история. Ну, и на этом я прощаюсь на сегодня с вами. Смотрите наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Я всегда с радостью готов ответить на ваши комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok